Драма защиты номер 11 Дмитрий Рябыкин Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на классный хоккей. В этом есть большая уверенность. Сегодня в спортивном концертном комплексе Ледовый дворец, или как просто называют дворец спорта Ледовый, местный СКА принимает омский авангард. Вот как бы ни выглядела турнирная ситуация на ваших экранах, пока познакомьтесь с составом сегодняшних гостей. Авангард, Омская область, главный тренер Евгений Никитин. Так вот, как бы команды не подошли к этому матчу, как мне кажется, в ближайшие годы главная вывеска, когда встречаются СКА и Авангард, это фигура в первую очередь 33-го номера команды СКА Санкт-Петербург Максима Сушинского. Все мы прекрасно помним, что в составе именно команды из Омской области состава Авангарда Максим Сушинский выиграл чемпионское звание. Теперь это один из лидеров команды с берегов Невы, и, естественно, центральная подоплека этого матча. Хотя, с другой стороны, наверное, интересно посмотреть будет матч лидера западной конференции и команды, которая потихонечку так забирается на вершину восточной конференции. Ну, в данном случае Салават, Юлаев и Магнитогорс пока себя чувствуют очень даже комфортно, и Авангарду предстоит еще только догнать, если получатся эти коллективы. Но, в любом случае, матч между СКА и Авангардом – это матч грандов российского хоккея, грандов континентальной хоккейной лиги, поэтому сегодня ждем интересного хоккея. Так получилось, что в последние, ну, наверное, дней 10 мы видели несколько действительно классных, высококлассных матчей. Ни в коем случае не хочу сейчас сравнивать с лигой, с которой вроде как принято сравнивать, просто будем наслаждаться тем хоккеем, который есть в нашей стране, который есть в континентальной хоккейной лиге, без всякого сравнения. Это хоккей высшего качества. После гимна Российской Федерации начнем знакомиться с составами и с теми цифрами, которые должны прозвучать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, А вовчая моя великое слава, Твое настояние на всех временах. Субтитры создавал DimaTorzok Санкт-Петербург 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 И хозяев, и гостей. Но очень важно напомнить, ведь последний домашний матч «Авангард» дома провел, мягко скажем, неожиданное завершение встречи против «Витязя». Поражение 1-2. Извинялся перед болельщиками Игорь Никитин, наставник команды «Авангард». За столь неубедительный хоккей, который команда продемонстрировала, наверное, то, что напрашивается в первую очередь, это недооценка соперника. Наверное, это одна из главных причин. Хотя, и Витязь в той встрече выглядел очень-очень неплохо и очень доволен был своими подопечными. Ну, какой момент! И здесь, наверное, стоит отметить игру защитников. С другой стороны, уже очень долго раздумывал перед броском Дмитрий Пистунов. Хотя последовательно очень неплохая передача, и угол практически был открыт, и Роберт Эш даже видел, что, ну, не успевает он переместиться. Но действия полевых игроков отметим в команде СКА Санкт-Петербург. Проброс. 30 секунд еще в большинстве будут играть гости. Ну, а если говорить про армейцев с берегов Невы, я вот уже сказал, да, что авангард так несколько неожиданно, если не сказать, совершенно неожиданно уступил дома Витязю. Ну, армейцы два последних домашних матча. Ну, один, наверное, вправе мы считать один из самых интересных поединков в первой части регулярного чемпионата. И болельщики уж в Санкт-Петербурге точно его будут помнить долго в матче против Салавата Илаева. Поражение хозяев 3-5. Ну, и последняя встреча, кстати, так же очень непросто далась команде Вэри Смита. Победа лишь в овертайме над Астанинским Борисом. Ну, я уже по ходу трансляции, когда доводилось комментировать команду из Казахстана, говорил, что из команды советского пространства, ну, если говорить про три команды, Динамо, Минс, Динамо, Рига и Борис Астана, именно команда из столицы Казахстана выглядит предпочтительной в этом чемпионате. Поэтому неудивительно, что непросто далась эта победа подопечным Нэри Смита. Ну, а сегодня о мотивации, вроде и говорить, не приходится. Соперники и принципиальные, да и учитывая, что в этом чемпионате лишь две встречи команды Восточной и Западной конференции проводят, дома в гостях. Так что вот в Санкт-Петербург Авангард приехал первый и последний раз в этом чемпионате. Ну, и может встреча между этими соперниками состояться только в одном случае, если и та, и другая команда попадут в финал Кубка Гагарина. Может это случиться? Ну, относительно СКА очень. Высокая вероятность, один из главных претендентов, армейский коллектив «Зберегов Невы» на попадание в финал, ну и, соответственно, на звание победителя Западной конференции. Авангард, ну, вспоминая последний сезон, я думаю, что, может, и не совсем уместны эти сравнения, но, тем не менее, в первом чемпионате континентальной хоккейной лиги, в первом плов, Авангард продемонстрировал по-настоящему кубковый характер. Каких-то секунд не хватило, чтобы переграть Акбар, с которым в итоге потом стал чемпионом. Три минуты позади, получается неплохая атака, будет бросок. Кари Рама, похоже, коснулся все-таки этой шайбы, шайба улетает на трибуны. Да, потенциально выход два в одного. Давайте еще раз на повторе посмотрим. Примерно такая же ситуация возникла у ворот Роберта Эши, когда Авангард играл в большинстве. Также подставленная клюшка, ну, наверное, в тот момент даже более опасным выглядел Дмитрий Пистунов, когда попал в клюшку соперника, ну, и сейчас примерно такая же ситуация, только в данном случае уже защитники Авангарда сыграли. В данном случае защитник Авангарда сыграл очень прилично. Ну, я думаю, что сегодня каких-то больших перестановок не будет. Сегодня в составе хозяев не будет Раймона Жирон. Второй матч уже канадский защитник пропускает. Игорь Макаров, четвертое звено на льду сейчас у хозяев. Есть такое ощущение, что Авангард просто даже не ожидал, на пятачок, учитывая, какие мастера есть и в той, и в другой команде. Я думаю, что вот в плане, опять же, какой-то мотивации и того, что нападающие и в той, и в другой команде могут даже с полумомента организовать гол. Ну, естественно, работы сегодня у всех полевых игроков, не только у защитников, будет предостаточно. Авангард в атаке выбирается все-таки из-за ворот. Не видно с этого дальнего плана, кто же это был. Но, похоже, это Игорь Волков. Да, 51 номер, это Игорь Волков. Да, Игорь Волков не попал по шайбе. Какой был у него хороший момент. Какая возможность у Авангарда открыть счет в этой встрече. А смотрите, пять минут уже сыграно. Потеря в собственной зоне фактически на ровном месте. Дмитрий Волосенков. Передачу делает по синей линии на своего защитника. Ухнули так трибуну, но на самом деле шайба прошла рядом с воротами. И Карри Рамов, финский голкипер, увидел эту шайбу. Там никого на пятачке, в принципе, не было с команды хозяев. Авангард вновь начинает свою атаку. Да, все-таки прошла шайба. Но в зоне закрепиться не удалось. Второе звено сейчас Узка на льду. Экман Королюк и Сергей Брылин. Брылин шайбой делает передачу. Увидел партнера. Как хорошо слышно. Так, со скамейки запасных, по-моему, даже со скамейки запасных команд ДСК. Кто-то из тренеров очень громко призывает к смене. Первое звено у авангарда на льду. Дмитрий Пестунов, Яромир Ягар и Яков Клепеш. К этому сочетанию мы уже привыкли. Ударное первое звено. Хотя, давайте вспомним, что по ходу этого чемпионата не так давно. Вместо Дмитрия Пестунова Игоря Никитина пробовал в первом звене Александра Свитова. Но, выскажу свою точку зрения, мне показалось, что Александр Свитов, ну, наверное, все-таки не обладающий самой высокой скоростью, да, чуть-чуть из-за этой причины, ну, замедлял, если хотите, действия своих партнеров. Все-таки с Дмитрием Пестуном это звено выглядит поинтереснее. Карирама в игре намертво забирает эту шайбу Сергей Зубов. Осталось не так много матчей, да, кстати, бросок-то был очень опасный. Алексей Яшин поборолся на пятачке, пытался подставить клюшку, но все было так, на грани, на грани высоко поднятой пички. Ну, естественно, когда рекламные паузы на дворце спорта Ледовый начинает работать так называемый Кискам. Очень популярный в тургействе, да, потеря на синей линии, и можно пропустить контратаку. Игорь Волков. Отличная передача из-за ворот, но вот партнеров там не оказалось. Не успели добежать. Очень похоже на подножку. Да, и, соответственно, звучит с местом. Действительно, против Алексея Яшина были нарушены правила. Пытается здесь убедить судей Эрик Перин, что был элемент ныряния. Или так называемого нырка. Давайте посмотрим. Расстроен, конечно, Эрик Перин. Не хотел он, получилось это случайно. Ну, как еще в детстве говорили, да, замечательно бьют отчаянно. Две минуты, и большинство у хозяев, Максим Сушинский с партнерами, появляется на льду. Проигранное вбрасывание Дмитрий Волосенков оказался просторопнее на точке вбрасывание. Яшин оказывается на льду. Бросок. Да, скорее наброс в сторону ворот. Полминуты сыграно, да. Если бы удалось шайбу установить до синей линии, то могла получиться очень опасная атака. В итоге пробраться. Ну, рассказывать о тех цифрах. Ну, хотя, наверное, уместно напомнить нашим телезрителям, относительно турнирного положения. СКА по-прежнему возглавляет дивизион Боброва, но стоит, наверное, говорить о том, что уже практически догнали их московские динамовцы, которые выдали отличную победную серию. Сегодня они встречаются на домашнем льду со своими минскими одноклубниками. Да, перед этой встречей, несмотря на то, что у СКА сыграно на один матч меньше 41 набранное очко у динамовцев Москвы 38. Сами понимаете, одна победа в основное время при неудаче армейцев и одинаковое количество очков. Прострел! Где шайба? Карри Рамо увидел, что шайба-то оказывается почти за воротами. Пытался переложить тяжесть тела правой штанги, но, на счастье, для финского голкипера все-таки завершилось. Но не завершилась еще атака. 30 секунд в распоряжении СКА. Они играют в численном преимуществе. Зубов. Передача партнеру. И все-таки шайба оказывается в воротах. Александр Королев. Ждал он своего шанса там на дальней штанге, хотя тут и Антон Бут принимает поздравления. Но мы сейчас узнаем, кто в итоге... ...станет автором заброшенной шайбы. Ну, похоже, все-таки это Антон Бут. Да, Антон Бут делал передачу на Александра Королюка. Шайба попадает в конек. Игрока авангарда и залетает в ворота. Здесь Карри Рамо претензий, наверное, очень трудно предъявить. А в общем, в какой-то степени шайба курьезная. С другой стороны, потому и говорят всегда в какие. Что для того, чтобы забрасывать, надо бросать, бросать, бросать. Чем чаще шайба будет у ворот соперника, тем больше вариантов и шансов на то, что она окажется в воротах. Показали нам только что 26-го номера Игоря Миско. Может быть, не так часто он появляется в составе СКАН. Но сказать, что это крайне редко происходит, тоже, наверное, нельзя. Да, ну, коли от турнира и таблиц сказано, что же, реализовано большинство. Оставалось-то совсем немного секунд до того, как появится удаленный эриктерин. Но Антон Бут... Антона Бут ухватила этого времени для того, чтобы реализовать большинство своей команды. Так вот, что касается авангарда. Авангард второе место дивизионе Чернышова в Восточной конференции занимает. 35 очков после 18 матчей. С одной стороны, подотстала команда Салавата и Лаева. С другой стороны, два матча в запасе. Учитывая, что за победу в основное время 6 очков, 3 очка. То есть, два матча в игре, авангард. И, в принципе, практически смогут догнать клуб из Уфы. Но, даже если рассматривать сегодняшнего соперника, одержать победу в основное время в Санкт-Петербурге... Ох, какая непростая задача. И то, что удалось сделать тем же Уфинцам, я думаю, в этом сезоне смогут повторить подвиг команды Быкова очень немногие коллективы. Бросок низом в дальний угол. Альберт Лещев наносил этот бросок. Его звено сейчас на льду. Трубачев, Лещев и Максим Рыбин. Традиционное третье звено. Здесь никаких изменений. Вот уже и смена. Алексей Петров сделал передачу вперед. Сушинский с Яшиным ведут борьбу в углу площадки. В итоге борьбу эту проигрывают. А Власенков... Можно быстро организовать и свою контратаку. Петр Чаянок. Оффсайд. Да, чтобы так вот было по-честному, скажу вам, что вот... Большого количества цифр сейчас вряд ли я вам сообщу. Ну, бывает такое, да. Вот интернет дело тонкое. Хоть это мировая сеть, вот бывает, что... Раз и нет его. Ну, примерно такая же ситуация. Если брать сводную, турнирную таблицу, то Авангард занимает пятое место среди 24 команд континентальной хоккейной лиги. Ну, и СКА на третьей строчке. Только двум лидерам восточной конференции СКА уступают по количеству набранных очков. Да и то отставание это можно сократить буквально одним матчем. 44 очка у Металлурга Магнитогорского, 43 очка у Салавата Илаева, как я уже говорил. Еще одна возможность организовать атаку. И шайба покидает пределы льда. Обрасывание, похоже, будет в средней зоне. Антон Бут автор первой заброшенной шайбы в этом матче. Александр Свитов. Но Александр Свитов вновь теперь выступает со своими, ну, скажем так, традиционными партнерами. Хотя, с другой стороны, учитывая, что Александр Свитов чаще всего играет Санта-Форнадом четвертого звена, партнеры эти бывают разные. Санта-Форнадом четвертого Адмитовый, Адмитти! А еще больше, Адмитти! Скажите, Покрио! Скажите, Покрио! Скажите, Покрио! И выберите, что поддержат последней Питерские! Питерские! Да, как буквально за один сезон все изменилось. Ну и Борис Миттер в недавнем интервью сказал, что за все время, что он работает на посту главного тренера, эта команда, безусловно, сильнейшая. Но на славу. Межсезонье менеджмент команды Сберегов Невы провели. Есть и глубина, есть и великолепная вратарская бригада. Причем, тут, наверное, стоит сказать, ну давайте посмотрим, чем завершится очередная эта атака. Извышается она броском. Кот-зона и бросок. Ну, может быть. Уместно, ну, с другой стороны, так, карьерама не пробить уже точно. Так вот, относительно тоже вратарской бригады, Дмитрий Ичанов по большому счету еще не появлялся. Да и вообще, среди всех вратарей континентальной хоккейной лиги факт достаточно забавный. Наименьшее количество игрового времени провел на льду Дмитрий Ичанов одну минуту и девять секунд. Но, давайте вспомним и о том, что карьерама 154 минуты и 48 секунд подержал свои ворота на замке. Это второй, кстати, по продолжительности сухой отрезок в этом чемпионате. Ну, а лучшее достижение у Ильи Прускорякова, вратаря металлурга Магнитогорска. Получается, что пока в Восточной конференции голки предъявствуют чуть поудачнее, но не стоит забывать и того же Роберта Эша. И среднее количество пропускаемых шайб и коэффициент отраженных, процент отраженных бросков у Роберта Эша под всем этим показателем он один из лидеров. Яшин за воротами. Отличный момент! Как вы видели сейчас на бросок Альберта Ли... Нет, это не Альберт Лищев, это Джейль Петковский защитник. Но вот когда защитники на такой позиции находятся и не попадают, то есть не удаётся им забросить шайбу, всегда хочется сказать, ну вот, возможно, не хватило навыков нападающих. Так, что тут? Похоже, у Яромира Ягра какая-то травма. Шайбу останавливает. Смотрим. Неудачно упал Яромир Ягра. Вот так говорят хоккеисты, да, некий слэн такой, лампочку триканул. Да, говорят так, бывает. Ну, ничего, приведут сейчас порядок. если ногами, руками всё нормально, там, с грудной клеткой и спиной, то Яромир Ягра естественно вернётся. Но, похоже, сейчас он отправляется в раздевалку с топственных ворот, и в этот же момент выиграли вбрасывание гостей и провели очень опасную атаку. Дело дошло до броска. А вот Максим Соколов, да, и Роберт Тэш, это действительно по-настоящему та бригада вратарей, которая позволяет не беспокоиться и руководству армейского клуба, и болельщикам на последнем рубеже спокойно. Кстати, вот среди вратарей, проведших не менее пяти матчей, наибольший процент побед у Максима Соколова. Четыре победы в пяти играх, то есть восемьдесят процентов. Это показатели превышают даже показатели того же Ильи Проскурякова, Михаила Берекова голкипера московского Динамо, восемь побед в одиннадцати встречах, высокий процент у Александра Иринка, девять побед в тринадцати матчах, но в этом списке еще есть и Мартин Вектор и Георгий Гелошвиль. Что, до линии Узка? Да, так оно и есть. Сергей Гусь отправляется на скамейку для штрафованных. За опасную игру высоко входит и влечный молодых штатов на газах и группах от листа Сергей Гусь гостей 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 выигрывают бросование они имеют численное преимущество заканчивается пятнадцатая минута первого периода 1-0 хозяева выигрывают так, смотрим, кто появляется на льду да, вижу Александр Королюк у хозяев защищается Джейн Клетковский шайба выбрасывается четверка армейцев очень быстро покатила на смену то есть вот 30 секунд отработали давайте посмотрим остались ли ну, похоже действительно армейцы сменили свою четверку отличное действие в своей зоне Никита Никитин с шайбой Никита Никитин не так часто появляется в составе хотя, наверное один из важнейших защитников в составе авангарда то он значится в любом случае но тут и небольшие повреждения и травма это нормальное явление чемпионат только добирается до первой своей паузы закончится этот этап сборная отправится на пинский этап гевротура тогда вот будет неделя чуть больше до старта второго этапа можно будет уже поразмышлять подвести какие-то итоги пока же смотрим за матчем и 30 секунд распоряжения авангарда конец первого периода у них большинство удалось сделать расстановку в зоне а волков смещается ближе к воротам подставлена плюшка изменила шайба направления как Роберт среагировал браво американский галкипер армейцы на повторе будет интересно посмотреть как все это произошло то есть вот так в динамике мы видели а а чтобы пальцем аккуратно так поводить по экрану и посмотреть где кто находился откуда возник этот момент Сушинский все уже в полном составе армейцы да Ааксим Сушинский шайба прошла у него чуть за спиной могла попасть ну вот даже в ногу в конек и все отскочить ворот Дмитрий Пистунов не спешит отбрасывает шайбу Ласе Куканину первое звено у хозяев появляется на льду против первого же звена гости Хлепиш Пистунов вот кто третий партнер учитывая что Ягард ушел по трибунное помещение в раздевалку да если сегодня Ягард не появится это безусловно потеря ну о чем тут говорить удаление будет у у хозяев как только коснутся они шайбы так и прозвучит свисток а учитывая что заканчивается 18 минута может вполне получиться что практически до конца без пяти секунд до конца этого первого периода гости вновь получают численное преимущество Максим Сушинский отправится в штрафной бокс на две минуты Максима Сушинского это в первую очередь заслуга карьера он успел среагировать ну и таким образом Максим Сушинский был отыган хотя шайба шла именно в направлении 33 номера Александр Королюк обладающий высочайшей скоростью вообще честно вам признаюсь Александр Королюк на мой взгляд тот игрок который лично у меня постоянно становится впечатление не совсем реализовывает свои возможности а то что и катание и владение клюшки у него феноменальные ну я думаю что спорить со мной вряд ли кто-то возьмется ну спорить относится Александра Королюка спорить-то конечно же можно достаточно важный момент концовка первого периода авангард играет в большинстве чем не момент чтобы счет сравнять под занавес я думаю с психологической точки зрения этот момент действительно имеет очень важное значение Якуб Калепиш один из лидеров клуба ну то что сегодня на льду мы видим несколько игроков которые входят в список или лучших бомбардиров или лучших снайперов или лучших ассистентов это это тоже неудивительно но среди бомбардиров ну давайте посмотрим авангард выигрывает бросование заканчивается девятнадцатая минута первого периода шайба за воротами Игорь Волков на партнера и под бросок рядом со створом ворот шайба проходит остается в зоне армейцев пошла последняя минута а вот сейчас не точно и можно попробовать организовать контратаку Рыбин Максим Рыбин если кто-то из вас видел встречу подмосковной Балашихи где орлейцы выиграли 4-0 подмосковных милиционеров я думаю согласитесь со мной вот четвертая шайба стала неким украшением там все шайбы очень были на плаке и дубль Петра Чаянока и шайба разыгранная комбинация разыграна в большинстве когда в первую очередь Яшин и Сушинский настолько слаженно действовали но четвертая шайба Максима Рыбина который не фигурально в буквальном смысле прошел пятерку игроков соперника и переиграл Майкла Гарната галкипера хоккейного клуба МВД это в какой-то степени даже ШД Максим Рыбин мог бы убежать скорость ему это позволяет но первый период завершен не удалось авангарду в конце первого периода еще сравнять хотя имели они на то основание и так 1-0 в большинстве шайба была заброшена Антон Бут автор этой пока единственной заброшенной шайбы но как и предполагали вратари сегодня одни из главных действующих лиц на ваших экранах статистика первого периода примерно равенство по броскам но вот единственная шайба в большинстве вы пока смотрите самые интересные моменты первого периода а посмотрите можете отдохнуть развиться и ждать периода под номером 2 периода субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжается перерыв после первого периода матча в дворце спорта Ледовый в Санкт-Петербурге. Армейцы выигрывают после первого периода 1-0 у авангарда. Еще раз статистика после первого периода. Примерное равенство по броскам. Можем обратить внимание на то, что бросков этих спор ворот было не так много. Равенство и по вбрасываниям. Ну и 6 штрафных минут. Хозяева заработали. Лишь 2 минуты авангард. Но вот это удаление авангарда как раз и удалось использовать хозяям. Антон Бут не без удачи. Шайбу забросил в ворота Карри Рама. Делал на самом деле передачу на Александра Королюка. Но попал в конек. Защитника авангарда и шайба. Рикошетом оказалась в воротах финского галкипера омской команды. Ну, не порадую вас сейчас, кроме той статистики, которую вы видели еще какими-то дополнительными цифрами. Ну, такое бывает. С одной стороны оправдание, с другой стороны вы поймете, возникли проблемы с интернетом. Будем смотреть хоккей. Скоро начнется второй период. Напомню, Денис Бондарь сегодня обслуживает матч в качестве главного рефери из Магнитогорска. Вы знаете, на что еще можно обратить внимание относительно сегодняшних соперников? Это достаточно занятный факт. Вот, опять же, обращая внимание на штрафное время, которое команды заработали после первого периода, да? Шесть минут, и, кстати, в конце первого периода Максим Сушинский был удален. И в самом конце первого периода практически две минуты в распоряжении гостей было. Не смогли они реализовать это число, это имущество. Так получается, что сегодня встречается самая корректная команда нашего чемпионата. Этой командой является «Авангард». Перед этой встречей гисты «Авангарда» заработали лишь 184 штрафные минуты. Ну, это действительно лучший результат. Ну, правда, лучше или худшее относительно штрафного времени, знаете, это несколько спорно. Но вот армейцы Москвы, армейцы Санкт-Петербурга имеют на своем счету 361 минуту. Ну, прибавим еще 6 минут, уже получается 367. И это второй показатель в лиге. Ну, больше штрафных минут, я думаю, не надо называть вам команду, которая является лидером по этому компоненту. Естественно, это подмосковный «Витязь». Хоть и не надо называть, но назвать надо. Вдруг кто-то запамятовал. У подмосковной команды 537 штрафных минут. Так что факт, на мой взгляд, достаточно занятный. Ну, и в матчах с командой ДСК соперники заработали 300 штрафных минут. Это, кстати, девятый показатель. Ну, что ж, стартовал второй период. 1-0, напомню, счет. Хозяева выигрывают. Единственный шанс в большинстве смогли они реализовать. Авангард приступает к активным действиям в зоне Роберта Эша. Роберта Эшшает. Максим Фишинский. И 2-0. Максим Фишинский сделал все сам собственноручно. Начал сокращать угол. Показал, что сам будет атаковать. Последний момент совершил филм, показывая, что совершит рейд за воротами. Успел сделать передачу. И, похоже, Петер Чаянок. А где же защитники? Совершенно бросили Петера Чаянока. Потеряли защитники, потеряли полевые игроки команды гостей. Центр Форда первая звена армейской команды. И Петер Чаянок естественно воспользовался этой передачей конфетки в исполнении Максима Сушинского. 2-0. В начале второго периода Антон Буу. Тут же мог сделать преимущество своей команды еще более внушительным. Зубов. Александр Королюк потерял шайбу на входе в зону. Включаются болельщики. Вот интересно было бы посмотреть сейчас на общем плане. Ну, вот по нижним рядам видим. Все-таки есть пустые места. Ну, будучиный день. Хотя соперник-то, на мой взгляд, сегодня пожаловал в северную столицу более чем амбициозно. Александр Королюк, покачивая головой, покатил на скамейку. Он уже на скамейке, на синей скамейке. Помните, как в легендарном фильме «Встреча» изменить нельзя? Промокашка исполнял короткую арю. А на черной скамье, на скамье посузимок. Ну, скамья для штрафников синяя во дворце спорта «Ледовая». Александр Королюк оставляет свою команду в меньшинстве. Четвертый раз в этой встрече «Авангард» получает численное преимущество. И шайба в зоне Роберта Эша. Позиционно разыгрывает. Бросок. И шайба в воротах. Владимир Первушин. Нет, или это Вячеслав Белов? Нет, это такой же защитник. Вячеслав Белов, ну, конечно же, именно с позиции защитника бросал. Антон Белов, 77-й ноль. Закрыт был Роберт Эш, причем закрыт-то был своим же защитником Сергеем Гусевым. Наверное, основная причина, почему Роберт Эш на бросок-то среагировал. Но шайба предательски так закатилась в ворота. Роберт Эш уже ничем не смог помочь. Ну, вот и авангарду удалось реализовать большинство. Антон Белов сокращает разрыв в счете. Выход 2 в 1. Бросок. Альберт Лещев. Я видел, что практически уже накрывает его партнера, которому составил некий этот дуэт в выходе 2 в 1. Решил бросать. Александр Слитов. Да и бросок-то получался, ну, вот что называется. Как получится, уже практически терял равновесие игрока армейской команды. Но с другой стороны, Евгений Орлов. 75-й номер. Команда гостей. За удар соперника клюшкой отправляется на скамейку для штрафов. Да, сейчас забавный был момент. Относительно убрасываю. Петер Чьянок и Эрик Перин. Такое легкое фиттование на клюшках устроили. Яшин. Отбирает у него шайбу. Куканин. По борту шайбу забрасывает в зону Роберта Эш. Эш ее за воротами останавливает. Ну что, что, пока не разбери их-то. Да, сегодня команды решили посоревноваться в реализации большинства. Ну, вот, относительно второго периода. Атака играет лучшие защиты. Или же спецбригады большинства. Пока удачливая, так называемых, бригад меньшинства. Теннолти Килинг. Чьянок. Удается все-таки шайбер расстаться. Но пока все равно это только борьба. Вот только сейчас Чьянок удалось повернуться лицом к месту событий, к воротам. А на ровном месте Сергей Зубов шайбу отпускает. Ну, правда, особых проблем-то не было у него с входом в зону. Так, вальяжно. Спокойно. При попустительстве команды соперников Дейзубов вновь шайбу доставил в зону соперников. Армейцы выигрывают это выбрасывание. 30 секунд в распоряжении. Ирава в игре. И атака еще не завершилась. Опаснейший момент. И выбрасывает шайбу, да? Иль Сегман. Королюк. Королюк у правого борта. Ну, можно, наверное, чуть ближе к центру сместиться, да. Подбирается, подбирается Александр Королюк делать передачу на противоположный план. Да, сразу не удалось. В касание нанести бросок. Атака продолжается. Пас на пятачок. Бут за воротами. Уже появился Александр Свитов. Он подключается к атаке. И смотрите, какая классная координация получается у авангарда. Свитов. Да, побыстрее. А будь там Ласси Куканин, может быть, и дошло дело бы до броска. По крайней мере, никто защитника авангарда там не опекал. И сейчас не нашлось у игрока, который бы откликнулся на эту очень неплохую передачу. Да, классный хоккей. Мы с вами наблюдаем. И моментов огромное количество. И три шайбы уже заброшенных. Вот Кирковский делает передачу. Да, здесь опять подставлена клюшка. Кстати, это Антон Белов. Помог собственному вратарю. Автор первой ответной шайбы. Останется ли она единственной? Не знаю, есть у меня ощущение, что вот такой характер из сегодняшней встречи. Предполагаю, что матч будет голевым. Не кажется мне, что команда как-то изменит к сегодняшнему своему стилю. Аласий Куканин. Пинский защитник. Еще в прошлом году выступал с этим Атель Фиус Ларс. Хотя немного матчей там провел. Но, наверное, тут ситуация такая, что Куканин, наверное, при желании бы мог найти себе клуб из национальной толкейной лиги. Ну, поступило хорошее предложение из России, из Санкт-Петербурга. Аласий Куканин теперь выступает в Омск. Паре с Дмитрием Рыбыкиным, капитаном авангарда. Выходит он на лед. Это, наверное, самое постоянное без изменений пара в команде Игоря Никитина. Куканин. Может быть, несколько рискованно так играть в своей зоне. Первое звено авангарда сейчас действовал после третьего звена армейцев. Максим Рыбин. Да, ну вот отсутствие возможности получать самую горячую информацию. Я признаю, допустил именно ошибку. А ворота армейцев, кто защищает силу... Ворота авангарда защищает царигородцев. Потому что ворота армейцев, кто роберт Эш, это не знает. Продолжается второй период, седьмая минута, 2-1. Армейцы выигрывают. Олег Клещев там за воротами. Роберт Эшо. Да, тут успевает предупредить. Слышно было, как кричали Альберты Лещевы, что сзади соперник. Второе звено на льду сейчас у авангарда. Звено Антона Курьянова. В первую очередь Курьянов и Власенков. Отличная передача из своей зоны. Прямо на ход Игорь Макаров. До Царьгородцева шарма не доходит. Да, настолько был уверен, что сегодня, конечно же, место в воротах будет доверено Кари Рама. Что должны проверять. Ну и проверить, на самом деле, особо негде было. Да, какие становятся по-настоящему семейным отдыхом, на какие с удовольствием ходят теперь всей семьей, как когда-то было в советские времена. Ну, опять же, тут можно сравнить болельщиков, которые чаще всего посвящают футбольные матчи, но и хоккейные. Найти какие-то плюсы-минусы и там, и там. Ну, давайте лучше наблюдать за хоккейом. Восьмая минута. Первое звено Армейцев сейчас на льду. И Ежов начинает атаку своей команды. Пошло дело на бросках. Егур Аверин за воротами ведет борьбу. Гусев. Нет, не будет свистка. Хоть и показывал там игрок авангарда, а вот удаление вполне может быть. И штук молчит. Могло показаться, что Тимофей Шишканов Подножку против Максима Сушинского и совершил. Куканин. Без скорости делает передачу. Партнер находился без скорости. Там смена. У той и другой команды. Королюк. Может и один в один его играть. Вот полный круг Александр Королюк совершил за воротами. Шайбой расстался. А вновь шайба приходит к Александру. Экман. Набрасывал в сторону ворот. Антон Буф применяет силовой прием. Покинулась шайба в зону армейцев. Хорошая передача. Прямо под синюю линию. Очередная сдано. Неплохую смену сейчас провело второе звено хозяев. Да, последнее время, буквально последние дни сразу несколько тренерских отставок. Началось все в Минском «Динамо». Глент Хайланд был уволен. Весь тренерский штаб. Ну и последние дни нижегородская торпеда. И подмосковный «Атлант» расстались со своими главными тренерами. Середина первого периода. Третье звено сейчас. Хозяев на льду. Да, сейчас был интересный момент. Игорь Месько остался совершенно один. С заворотами. Но передача до него не дошла. Красивый силовой прием. Как-то поправило ли все. Против Дмитрия Волосенкова. Да, но вверх подито рука главного арбитра Дениса Бондаря. Но уж, простите, не согласен совершенно. Но вот на повторе мы еще, конечно же, посмотрим. Вот так вот вспоминая момент в динамике. Оно очень стейший. Причем классный силовой прием. С этим свистом болельщика в Санкт-Петербурге я отчасти согласен. Подножка даже так. Максим Сушинский, капитан команды. Сергей Брылин. Да, опустил голову Дмитрий Волосенков. А там разбирался, где шайба находится у него. Да, Максим Рыбин. Две минуты. Скажу так. Не заработал две минуты, ему выписали две минуты. Вот ей-богу, черт возьми. Ну не болит же наблюдаем. Ну такие силовые приемы, их надо... С них надо клипы делать. Именно так чисто и эффектно применить силовой прием и должен уметь защитник. Ладно, тема эту давайте закроем в большинстве. Авангард. 12-я минута второго периода. Удалось во втором периоде Авангарду реализовать одно свое численное преимущество. Антон Белов, автор. Пока единственная заброшенная шайба ворота Роберта Эша. Третье звено Авангарда свою смену отыграло. Терин, Волков и Аверин. Так что вот Егор Аверин был на ваших экранах. Вот Сергея Зубова. Что Сергея Зубова там часто сегодня показывает, это неудивительно. Оправдывает пока наш ветеран и предположение, что несмотря на красиво Александр Королюк под опекой, все-таки до броска-то дело дошло. Антон Бабчук действовал против Королюка. Второй звено сейчас на льду у Авангарда. Ай, Никита, Никита чуть не потерял шайбу. Крестунов. Хорошо. Индивидуальные действия, которые принесли удачу. Клепиш. А вот Клепиш в углу проиграл. Свою мини-дуэль. Будется вернуться он уже за шайбой. Передача на Свитова. Клепиш выходит из ворот. Подыгрывает. И делает аккуратную передачу своего полевого игрока. Ребекин на Пестунова. Максим Рыбин уже на льду. СКА в полном составе. 13-я минута. Здесь накрыли вдвоем и Раке Авангарда Альберта Лещева. Отобрали шайбу. Яшин показывает, что едет на смену. Доброса не будет. Еще одна неточная передача. Что-то многовато их стало вот в последние минуты. Антон Белов. Ежов. Через борт решил сыграть. Волну запускают болельщики. В 20-е спорта Ледовы в Санкт-Петербурге. Вот обратите внимание. Действительно подошли. Подошли болельщики. Ну, я же не знаю, насколько велики проблемы с пробками в Санкт-Петербурге. Ну, учитывая, что в 19 часов этот матч начался, я думаю, что многие владельцы и абонементов, да и просто билетов на этот матч только вот или к концу первого периода или к началу второго добрались. Учитывая, что далеко не в центре города этот дворец спорта находится. Яшин с шайной. Передача под бросок. Хозяева в последние минуты перехватывают инициативу. Альберт Лещев вышел вместо Петера Чиянока. Ну, вот тут и Петер Чиянок появился. Или просто Альберт Лещев еще не успел смениться. Атака продолжается. Да. Штурм и настоящий ворот. Авангарда мы сейчас наблюдаем. 17.10 по броскам в створ ворот. Преимущество у Хозяева. Удаление. Ну, если к незаброшенной шайбе, то вот что-то подобному дело шло. Закружили голову. Хозяева своими быстрыми перемещениями, фасами. И Дмитрий Пистунов две минуты зарабатывает за подножку, оставляя свою команду в меньшинстве. На Максиме Сушинском были заработаны эти две минуты. Ну, что, 16 минуты второго периода. У Хозяев численное преимущество. Дмитрий Пистунов удален в составе Авангарда. Давайте вспомним. В конце первого периода гости имели практически в последние две минуты. Большинство не смогли его реализовать. Не смогло проверить. Похоже, что этот матч нашел именно Карри Рама. И именно после первого периода Никитин его заменил на Евгения Царегородцева. Но, кстати, Евгений Царегородцев, который нечасто появлялся в этом сезоне, в составе Авангарда, ну, если рассматривать некую надежность вратарей, ну, не брать вот эту одну минуту там с какими-то секундами Дмитриевичанова, то свои возможности минимальные Царегородцев реализовал. И в среднем у него перед этим матчем началась одна пропущенная шайба за игру. Цвитов на точке в Брасвале против Нильса Экмана. Да, передача на ход партнеру, но Александра Курлюка сделать не удалось. И это звено поехало на смену. Шайба в зоне. Авангарда. Это Рычиянов. Борт закрыт. Зюзин. Ну, шайба приходит к защите. Узюзин. Великолепный бросок. И он набрасывает там добивание. Одно, второе. Куча мала. Шайба остается в зоне команды гостей. Алексей Яшин. Да, и там открывался, похоже, Андрей Зюзин. Еще один бросок. Александр Свитов. Раз упал под бросок. И, кстати, похоже, шайба-то попала. И не слабо. Александра Свитова доиграл до конца этот эпизод. Пятнадцатый номер Авангарда. Честь ему за этой хвала. Было видно, насколько больно Свитову. Я думаю, вот сейчас. Попытка выбросить шайбу. Мощнейший бросок Сергея Гусева. И шайба попадает Свитова. Еще одно бросок. В зоне Царегородцева. Да, здесь не совсем удачные действия. Да, и быстро контратаку удается гостям провести. Но вот успеют они ли вернуться? Без дуно возвращается налет. Неплохо действуют полевые игроки, помогая. Ну, то, что Царегородцев появился, я думаю, это в какой-то степени шаг и психологического характера полевые игроки Авангарда понимают, что надо помогать своему вратарю. Ох, Максим Рыбин. До конца отработал этот эпизод. Уже в падении нанес бросок. Истунов. Да, во второй половине. Второго периода преимущество явно у Козел. Они и выигрывают 2-1. Пожалуй, по гостям надо пробовать отыграться. Ну, смотрите, Игорь Макаров. Рыбукин. Рыбукин. Лещов. Такое ощущение, что у армейцев опять большинство. Да, нет такого ощущения. И это при том, что первое звено. Ну, Ягра мы не видим. Похоже, Ярамир получил какое-то серьезное или повреждение, или просто сотрясение. Вспоминая тот момент, после которого Ягру стали оказывать помощь. Игорь Макаров выбирается на отличную позицию для броска. Игорь Макаров. 30 секунд до конца второго периода. Метлюк. Ну, взаимной любезностью обменялись Филипп Метлюк и Минс Этман. Сначала Метлюк здесь технически ошибся, шайбу потерял. Но цель горется в игре. Королюк. Сразу попытка перевести шайбу туда, в район ворот, в район пятачка. Одна из последних. Возможности глава ангарда организовать собственную атаку. Учинского бросок не получился. Все, истекло время второго периода. 1-1. Именно с таким счетом завершился второй период. Ну и что, будем говорить о том, что практически все шайбы, которые сегодня мы увидели, это плод реализации большинства. Через несколько секунд начнется третий период матча с Касанкт-Петербург-Авангард-Омск. Статистика после двух периодов. Счет 2-1. Да, во втором периоде армейцы перебросали сегодняшних своих оппонентов, потому как после первого периода примерно равенство было по броскам, а сейчас мы наблюдаем 20-11. Вот такое преимущество. По одной шайбе забросили команды, имея численное преимущество, причем во втором периоде Антон Белов, защитник Авангарда, счет был 2-0 в пользу СКА. Броском практически от синей линии застал в какой-то степени бросков. Роберт Эйш, здесь нам стоит сказать, что закрывал, видимо, собственный же защитник. Сергей Гусев, ну вот, наверное, поэтому американский голкипер не смог отродить этот бросок. Почти поймал, но шайба предательски вывалилась где-то там из-под мышки Роберта Эйши и закатилась в ворота. Ну, а перед этим, в самом начале второго периода, великолепная комбинация во многом, ну, наверное, процентов на 70 заслуга, что счет стал 2-0. Заслуга Максима Сушинского, но он все сделал. И великолепная последняя передача, как на блюдечке выложил шайбу под бросок Петеру Чаянок, и счет стал 2-0. Но в первом периоде Антон Бут реализовал большинство, причем единственное большинство. В первом периоде команда, которую тренирует Дарри Смит, была реализована. В общем, 2-1. Напомню, что команда Авангард, похоже, лишилась, по крайней мере, в этом матче Яромира Ягра. Жестко он был встречен. Похоже, не совсем удачно упал. Он отправился в конце первого периода в раздевалку, и во втором периоде не появился на льду. Кроме того, после первого периода Игорь Никитин, наставник Авангарда, совершил рокировку на последнем рубеже. Вместо Карри Рама вышел Егеницарь Городцев. Я не думаю, что этот факт обозначает, что команда Авангард согласилась на сегодняшнее поражение. Даже мысли таких быть не может, но то, что в такой непростой ситуации Игорь Никитин решил дать возможность себя проявить Евгению Царь Городцеву, который сейчас в игре, ну, смелый шаг. 2-1. Счет, позволяющий гостям надеяться на то, что какое-то количество очков они сегодня смогут набрать. Да, видимо, как в основном полевые игроки сконцентрированы, я думаю, это тоже тренерская установка, сконцентрированы на помощи собственному вратарю. Ну, то, что на матчах в Литовом частенько присутствуют игроки Зенита, мы уже привыкаем, причем даже те легионеры, которые с хоккеем знакомы, ну, наверное, не самым лучшим образом, для себя открывают эту игру. Ну, наверное, в первую очередь это касается латиноамериканцев. Вот эту ледовую забаву. Третье звено сейчас на льду у армейцев. Да, третье звено, потому как Максим Рыбин, я смотрю, и, ну, вместе с ним Сергей Брылин действует. В принципе, третий звено Альберт Лещев или Кребачев Максим Рыбин, как правило, выходили. Ну, значит, и Дарис Мир пошел на какие-то перестановки, но в авангарте эти перестановки автоматически. Вряд ли будут гости рисковать здоровьем своего и лучшего бомбардира. Я, конечно же, про Иерамира Ягра. Ну, а если возвращаться к лучшим бомбардирам, по-прежнему, Матяйск, Рейнхандель возглавляет этот список. Игорь Семешов на наших экранах. Ну, Игорь Семешов большой любитель в хоккее. Помню в свое время, когда Семешов играл еще за московские клубы, не раз мне самому приводилось с Игорем пообщаться. По возможности, когда у него свободное время, он хоккей действительно любит. Да, это вот тот случай, когда футболист не то, что иногда посещает хоккей, и следит, и в курсе дел. И Игорь Семешов именно из таких. Больше это напоминает, наверное, как ностальгические о советских временах, да, когда футболисты, футболисты, во-первых, очень часто встречались на разных сборах. А тут понятно, Игорь. В основном там разные. Временные отрезки, ну, то есть у Семешов и Зимана, с другой стороны, весной во всю чемпионат. Как правило, вот в какие так повелось, да, и чемпионаты мира, и плывов, это весна. Ладно, давайте переместимся на лед. Счет 2-1, уже идет четвертая минута третьего периода. Одна из атаков авангарда. Игорь Макаров по правому борту проходит в зону соперника. Сразу три игрока. А где же помощь? Игорь Макаров вот практически один, как шайбой, так погасил в зоне соперника. На помощь никто ему и не пришел. Критковский. Пробрасывает шайбу за ворота. Евгения Царегородцева. Сушинский. Наяшина. Критковский оставляет шайбу в игре. Сушинский. Ай, быстро Сушинский. Как Ванька, встань-ка. Упал, поднялся. И опять в борьбе за шайбой. Ну, вот еще на чем хотелось бы остановить ваше внимание. Опять же, во втором периоде. Момент был, на мой взгляд, несколько спорный. Две минуты заработал Максим Рыбин. Силовой прием он применил, на мой взгляд, абсолютно по правилам. Против Дмитрия Власенкова. Ну, и в перерыве со своими коллегами вот этот момент попытались разобрать, найти причины. Ну, и решили, что Дмитрий Власенков относится к тем игрокам, которые без дела, скажем так, на льду не оказываются. То есть, уж точно не без тех игроков, которые, ну, иногда где-то готовы даже изобразить. Но не без этого, давайте честно скажем. Есть такие игроки. В принципе, их называют в таком этой среде ныряющих. Ну, а Максим Рыбин у него своя характеристика. Игрока жесткого, который всегда готов пойти в стык. Может быть, это все сподобило Дениса Бондаря, главного арбитра сегодняшнего матча, выписать 2-0. Мне просто кажется, что этот момент еще будет обсуждаться. И после матча в болельческой среде. Авангард выиграет бросование. Бросок от синей линии. Роберт Эш. На чеку. Никита Никитин наносил этот бросок. Вот он на ваших игроках. 12 тысяч зрителей присутствует в 20 спорта «Ледовый». Я вот сейчас о чем подумал. Вы знаете, в национальной хоккейной лиге есть те регионы, те клубы, посещаемость которых во многом зависит от спортивной составляющей. Ну, если в Монреале, в Торонто, в том же Вангуре любые канадские города, да и американские можно некоторые перечислить, тоже. Филательфия, Детройт. Прямой связи со спортивными результатами команды найти можно не всегда. Просто в этих регионах, в этих городах хоккей настолько популярен, что, как правило, аншлаги это дело совершенно привычно. А вот тех регионах, где хоккей, ну, в какой-то степени, или не самый популярный вид спорта, хотя на тот же момент таких много, вот если команда начинает показывать результат, давать результат, то появляются болельщики, то появляются аншлаги. Вот тут и Анахайм вспоминается, вот тут и та же Северная Каролина и Каролайна Харри Кейненс, та же Атампа последнего поздно-локаутного сезона. Ни в коем случае нельзя веков с Аркетербург отнести не к хоккейным городам. Но, учитывая, что СКА в российской истории, по большому счету, серьезных достижений не имеет отношения к хоккею за вот эти последние годы, наверное, все-таки как-то отладело. Что мы видим в этом сезоне? Болельщик поверил, что в этом году хоккейная дружина способна на самые серьезные свершения. И зритель появился. И зритель пошел на хоккей. Очередной выброс шайбы из собственной зоны. Проброс. Антон Белов первый на этой шайбе, но все равно уже свисток прозвучал. Врасывание будет в зоне Роберта Эш. Да, как заправский теннисист. Сейчас он сыграл. Пекист. СКА зубов шайбой. Королюк падает на ровном месте. И Филипп Миклюк спокойно эту шайбу забирает. Да, очень непросто приходится авангарду. Но опять же, не будем забывать. Нет ни Ромера, ни Ягра. Буд. И есть ощущение, что в случае третьей шайбы в воротах авангарда, в какой-то степени исход этого матча будет ясен. Но, если до конца счет не изменится, или же авангард в одной из редких контратак сумеет забросить шайбу, то тогда за конечный результат, я думаю, поручиться будет намного сложнее. Хотя преимущество и во втором периоде, особенно во второй половине у лармейцев было достаточно существенно. Ощутимое. Ну, чайба в зоне Роберта Эши. Недолго она там находилась. Ох, какой диагональный пас. Макаров. Да, брака немало, согласитесь. Куканин ждет партнеров и делает наоборот в сторону ворот. Сушинский. Сам потащит шайбу. Да, Максим не раз это демонстрировал. Шайбу подкладывает в своей зоне и протаскивает ее в зону соперника. Вот уже минуты две даже без намеков на опасные броски. Не только моменты, но и даже броски в створ ворот. Хотя средняя зона преодолевается достаточно быстро, но вот что-то интересного за не соперника и игрокам и той, и другой команды создать пока не удается. Но первое звено может не получится сейчас. Первое звено хозяев. Яшин, отличная передача. Нет, здесь не будет свистка. Яшин не дал себя переиграть. Смена. Альберт Лещев на ближнем плане. Сергей Гусев. И очередная потида. Ну, скорее, это бросок на удачу. Да, удалось шайбу сохранить. Свитов. Кулканин. Кулканин под бросок. И бросок приходится в ногу от из игроков армейской команды. Девять с половиной минут сыграно в заключительной третий матча. И больше такой позиционной игры. Ну, вот одна из редких атак авангарда. Клепец бросал. И проброс. Максим Рыбин. Игорь Никитин. Наставник авангарда. Да, в конце прошлого регулярного чемпионата Игорь Никитин с Кристалкой ИО руководил своей командой. И авангард стал самой главной сенсацией матчей на вылет. Во многом игра авангарда в плей-офф поспособствовала назначению Игоря Никитина уже без приставки. ИО на посту главного тренера. Был он утвержден. Вот так! И счет 2-2. Подставлена клюшка. Кто это? Тимофей Шишканов? Да, именно Тимофей Шишканов. Сравнивает счет. Ну, вот и небольшой островок болельщиков авангарда. Прямо в домик Шеба нырнула Роберту Эшу. А кто же наносил этот бросок? Ну, вот, принципе, о чем я говорю. Антон Белов набирает второе очко в этой встрече. Одна шайба и одна передача. Вот, в самом деле, я поправлю. Шайбу-то забросил Вячеслав Белов в составе авангарда во втором периоде в большинстве. Но то, что Тимофей Шишканов автор второй заброшенной шайбы ворота Роберта Эша здесь точно. И сразу же Стар организует ответ на атаку Нильс Экман. На стрие был. Эрик Перин. Отобрали у него шайбу. Да, понимал. Антон Бут, что не успеет и поехал на смену. Ждет смены партнеров и Антон Белов 77-й номер защитника авангарда. 11 минут сыграно в третьем периоде. Ничья 2-2. Яшин успевает подставить пушку Антон Белов и шайба покидает пределы площадки. Смотрим повтор момента когда Нильс Экман пытался переправить шайбу в ворота но шайба в ворота то и не попадала и все равно отметим мы Евгений Царьгородцев который успел сыграть клюшкой. Свитов и Чаянок на точке вбрасывания. А выигрывает Александр Свитов. Перетягин прямой бросок Царьгородцев реагирует на него. Ну что будет ли сейчас авангард попытаться удержать вот этот ничейный счет? Ну да в первую очередь конечно же гости будут сконцентрированы на защите собственных ворот получится так организует и контратак и контратак Куканина Рябыкин пара защитников сейчас авангарда на льду находилась Клепиш Пистунов ну вот третий партнер в данном случае Тимофей Шишкар мы уже не раз в этом чемпионате видели как подопечные Борис Митта иногда получая преимущество по счету ну так скажем несколько успокаиваются позволяя соперникам встрепенуться найти свою игру тут можно вспомнить и матч Соконников против Спартака казалось бы да 4-1 после первого периода на последний выводе там две шайбы были заброшены ворота Игорь Неконобрия который кстати после этого был заменен и в итоге Спартак забросил сначала одну шайбу потом вторую и концовка началась очень даже упорно ну в итоге удалось шайбы забросили пустые ворота низ Экмана это сделал 5-3 победа опять же вспоминается тут и последний матч против Бориса проброс проброс не будет в зоне Евгения Царегородцева я думаю что причины в первую очередь не в каких-то физических кондициях уже настолько часто говорится о том что средний возраст команды СКА один из самых высоких Яковский неточная передача застану себе делал и может получиться неплохая контратака обратите внимание 24-24 поупрасывали Волка ведет там борьбу так на синей линии собственной зоны сейчас хозяева потеряли шайбу не дадут там по центру пройти не дадут и очередной свисток Дмитрий Лосинков очень активен сегодня ну кого бы я еще выделил из тех игроков которые не так часто появляются в матчах по крайней мере во втором периоде очень активный был Денис Снежев 22-й номер Сергей Гусев 14-я минута 2-2 Рыбин никто здесь не пустит к владениям Царегородцева к тому же Ишайбу контролировал не собирался с ней расставаться остается Рыберт с партнерами на льду Хороший момент бросок Ишайбу еще не зафиксировал Царегородцев в итоге так и не удалось ему добраться клюшку потерял Оканин Шишканов пошел за ворота вести борьбу В какой-то степени можно уже говорить о том что что-то наподобие овертайма мы уже наблюдаем вот последние 6 минут третьего периода если за эти 6 минут кому-то удастся забросить Шабу я думаю что эта Шаба станет решающей побег хотя сюжеты в таких матчах настолько разнообразны всякое может быть но как прогноз если хотите Шаянок прижат никуда его тут не отпустят Зубов Сушинский закрутился здесь Александр Свитов так и не удалось ему толком выбросить Шайбу Бабчук Трудно понять по лицу Барри Смита что в данном случае его беспокоит он в первую очередь его беспокоит то что счет равный на табло да третий матч и пока вот за 4,5 минуты завершения основного времени мы констатируем факт того что армейцам пока не удается добыть 3 полновесных очка за победу в основное время третий матч домашний подряд поражение 3,5 от Уфы победа в овертайме и только 2 очка последний домашний матч против Барыса ну и 2,2 остается не так много времени до завершения до завершения третьего периода Никита Никитин не рискует отбрасывает шагу партнеру лучше назад Яков Клепиш вот только сейчас на помощь пришел ему партнер Королюк Гусев Гусев и Сергей перетягивает такая пара защитников у армейцев ну смотрите и хозяева не особо рискует хотя вот сейчас Королюк не стал бросать не стал идти вперед увидел что партнер находится неплохой позиции ну так вторым темпом да второй волной попробовали атаку организовать армейцы смотрите еще раз Александр Королюк да видит что Нинс Экман совсем один а вот у Экмана бросок-то вообще не получается толком даже по шайбе не удалось попасть представительницы прекрасной части человечества из города с берегов Невы дальше без комментариев Сергей Брылин на точке вбрасывания против Эрика Перина вбрасывания армейцы выиграли и даже дело дошло до броска а вот это возможность контратаки Егор Аверин быстро сейчас ходила шайба вы знаете вот если говорить про некую командную скорость то на мой вкус она сейчас и у той другой команды ну вот если так представить пятиступенчатую коробку передач ну вот где-то на четвертой скорости я к тому что все-таки побыстрее действовали действительно поактивнее ох как опасно Джоэль Критковский во втором периоде действовали хозяева и имели преимущество что сейчас в таком преимуществе я бы не стал говорить контратаки гостей потенциально очень опасны Чаяна как бы не удается выбросить на пятачок она на вновь приходит чешскому центрофорварду да увидел он там открывшился Джоэль Критковский да и надо возвращаться истинное равенство два игрока авангарда Александр Светов вообще потерял вот эту шагу да вот скорость конечно это мягк скажем не главный плюс Александра Светова да и последние две минуты последние две минуты еще одно а два Яшин на Сушинского а у Сушинского шага с крюка отосколит Евгений Царьгородцев не прижимает похоже по рукам получил Максим Сушинский ОАО Вбрасывание в зоне Евгения Царьгородцева выходит из ворот галкипера авангарда пытается через большую выбросить она остается в зоне и очень опасно бросок и похоже сейчас будет нарушение да у меня просто остановка игры но опять возвращаясь к тому моменту когда Максим Сушинский ну получил получил даже не по рукам а почти по лицу жестко с ним работал Дмитрий Ребыкин капитан авангарда да удаление конечно верх поднятая рука завалили там Александра Королюка да хорошо Нильс Экман обыграл Дмитрия Ребыкина какая была позиция ну а Ласи Куф именно он завалил Александра Королюка заработав две минуты оставив свою команду в меньшинстве и если не удастся это за эти последние секунды хозяин реализовать это чистое преимущество то начнут они тогда вертать ну хотя смотрите будем считать полторы минуты в большинстве в конце матча счет 2-2 Яшин вновь шагу Алексея проверил Целегородцева Яшин бросков в ближний угол прижимает шагу ко льду Евгений Целегородцев Петр Чаянов и до этой встречи вернее перед сегодняшним игровым днем Яшин и Сушинский входили в список шести лучших бомбардиров Алексея Яшина 23 набранных очка было Максима Сушинского 20 ну а если говорить про игроков авангарда ну вот сегодня лишились они в первом же периоде ягод давайте посмотрим чем завершится Сергей Гузев Целегородцев еще один бросок удается шагу выбросить то вы знаете ведь Яромир Ягар перед этим игровым днем занимал второе место по количеству бросков больше его бросал только Марцель Хос из Рижского Динамо 71 бросок у Яромира Ягар ну сколько было у него за то время когда он находился на льду ладно последние секунды большинство у армейцев и остановка да очень непросто сейчас приходится полевым игрокам авангарда опытнейший Антон Бабчук ну вот минимум два момента по-настоящему голевых было в третьем периоде у Миса Экона вообще честно признаюсь не очень симпатизирует это шведский центр форвард он сейчас кстати на бросовании выигрывает это бросование у Перина да время остается буквально ну на один бросок Антон Бут шайба к нему все-таки приходит передача в угол итак мы будем смотреть овертайм основное время завершается в ничью 2-2 еще порядка 30 секунд в начале овертайма у армейцев будет численное преимущество 32-20 вот с таким результатом относительно бросков с твоего ворот завершается основное время по одной шайбе забросили команды в большинстве 18 тратных минут набрали 10 минут у хозяев 8 у авангарда опять если вспоминать о том что авангард самая дисциплинированная команда АСКА второе место это нормальная цифра смотрим самые интересные моменты а моментов возникало и немало вот такая дуэль Эша против Рама двух воротарей входящих в список лучших воротарей континентальной такими лиги по большому счету она не получилась после двух пропущенных после всего одной пропущенной шайбы я уже не знаю в чем причины и чем связано это решение Игоря Никитина но карьер Рама был заменен и Евгений Солигородцев за 40 минут пропустил лишь одну шайбу ну а вот мы смотрим повтор момента когда Тимофей Шушканов сравнивает счет бросал Антон Белов 44 номер Тимофей Шушканов подставил клюшку и шайба нырнула между щитков Роберта Эша да чуть больше было работы у Евгения Царегородцева но ведь то что Царегородцев вот так выглядит а это последние минуты нарушения правил которое в конце основного времени так и не удалось использовать подопечным Бэрри Смитта так вот по поводу Евгения Царегородцева но мы же помним как он выглядел именно в плей-офф задавались и специалисты вопросами кто такой Евгений Царегородцев да нет прекрасно известно что есть такой вратарь в нашем хоккее но по большому счету вот такую репутацию положительную для себя заработал Царегородцев именно в последний плей-офф или же в первом сезоне континентальной хоккейной лиги через несколько минут начнется овертайм говорят спорта ледовой армии Санкт-Петербурга авангард Омск 2-2 1-0 с таким счетом завершился первый период напомню Антон Бут реализовал большинство рикошетом от конька игрока соперников шайба оказалась в воротах еще Карри Рамов а во втором периоде в самом начале отличная комбинация и завершающий бросок Петра Чаянока ну а передачу делал Максим Сушинский во многом именно он соорудил эту вторую шайбу ворота авангарда и выигрывая 2-0 в итоге не удалось хозяину завершить победы этот матч в основное по крайней мере время сначала Антон Белов реализовал большинство ну а затем Тимофей Шишкан единственная шайба в третьем периоде и это шайба которая перевела этот матч в овертайм Ласи Куканин да последний глоток через 10 секунд финский защитник авангарда появится на льду шайба в зоне Сергей Зубов все Куканин на помощь своим партнерам опасный да момент был великолепный но здесь отметим Ласи Куканин да то что успел вернуться он помешал совершить бросок а вот это уже комбинация Егора Аверин похоже нет это Антон Курьянов да 29-го Егора Аверина Антон Курьянов Джекс так на спине смялась и поэтому перепутал номера Чаяна Королюк мешает тут Игорь Волков начать атаку свободно на льду 4 на 4 Волков да увидел Игорь что его партнер по центру уже набирает скорость но точную передачу на ход сделать не удалось а сейчас Афса расстроенно покачивает головой Нильс Экман статей Нильс Экман вместе с Раймоном Жиру Раймон Жиру канадский защитник который второй матч уже пропускает входит в тройку лучших игроков по системе плюс-минус нашего чемпионата по 13 очков перед этой встречей было у Балатяка из уфинской команды Салават Юлаев ну и Экман плюс 12 только же у Александра Силуянова из Магнитогорского Металлурга подходит к концу вторая минута овертайма прямой бросок но достаточно сильный Рыбин сбрасывает шайбу бросок защитнику и бросок этот состоялся Куканин вновь шайба у Фина накручивает круги авангард в своей зоне ну а армейцы Санкт-Петербурга так как сторонний наблюдатель не пытаются помешать этому Зубов шайбу отобрал здесь побороться надо Филипп Метлюк выигрывает эту борьбу а Волосенков не доберется Литковский сам пойдет да из неудобной руки сумел нанести бросок сумел нанести бросок смена в составе той и другой команды Сергей Зубов остается но я думаю сейчас он сделает передачу и сам покатит на смену Чаянов отлично прошел двух игроков Алексей Яшин между ног у него шайба прокатилась не успел он клюшку на лед поставить передача делал это очень неплохое Чаянов Бункурьянов поборолся с Алексеем Яшиным передача вперед не точная с другой стороны проброса не будет завершается четвертая минута овертайма неплохо здесь все без нарушений правил Зуб как-то перемудрил я даже не знаю кто то ли Джейн Квитковский то ли Ниль Секман никакой поддержки активному Игорю Волкову а Волков один борется сейчас уже должны подоспеть партнеры один из редких бросков по воротам Роберта Эша в овертайме Зубов как будто даже и не уходит в эти пять минут со льда Волков и опять Волков выигрывает борьбу передачу делать на Пестунова ну а подбросок там уже готов Филипп Метлюк показывал всем видом последние секунды вы знаете на последних секундах Овангар мог вырвать победу на последних секундах овертайм из тунов Никитин Волков Сергей Зубов который практически не уходит со льда ну верит доверяет ему Берри Смит и смотрите именно Сергей Зубов сейчас помог Роберту Эшу шайбу накрыть Ну и Савангард сейчас выиграет Браслани и дело дойдет до броска ну на то было слишком мало времени матч по полной программе основное время 2-2 овертайм результата не принес что дальше в нашей программе правильно серия штрафных бросков булиты пока посмотрим на статистику 35 бросков сейчас мне трудно будет посмотреть сколько пришлось на долю карри рама ну и явно что большинство этих бросков по воротам уже Евгения Царегородцева который на самом деле свою команду не то что не подвел он во многом и помог как минимум одно очко Авангарду заработать минимум одно очко Авангард из Санкт-Петербурга увезет пока чистится центральная часть ну что коль два периода так старался Евгений Царегородцев ему и отражать игрок команды штрафные броски в исполнениях и кистов Максим Сушинский в Санкт-Петербург капитан начинает Максим Сушинский против Евгения Царегородцева серия булитов не удается Максиму Сушинскому в последнюю секунду шайба сходит с крюка да запрыгала шайба да видела сейчас на ребро встала вот поэтому не удалось капитану Санкт-Петербурга Егор Аверин против Роберта Эша и гол Егор Аверин свою попытку реализует отличный бросок плотненький и главное точный почти в притирку со штангой Сергей Зубов Сергей Зубов по перекладину 1-1 одно движение хоп и все и моментальный кистевой бросок бросок выполняет Якуб Клейпиш номер 21 Якуб Клейпиш вторая попытка гостей первую Аверин реализовал ох красиво ну тоже красиво ну то что чеки ну по крайней мере те чеки которые выступают в клубах континентальной хоккейной лиги большие мастера тут вспомнил конечно же Яна Марека до сих пор еще не сыгравший ни одного матча в этом чемпионате ну вот и Якуб Клейпиш чехи классно пробивают булиты если сейчас Александр о Ягур уже переоделся если Королюк сейчас не сможет использовать свою попытку то да так оно и случилось забирает в ловушку Евгений Царигородцев шайбу и радостно ждет своих партнеров которые готовы поздравить ну посмотрите давайте честно признаем и скажем что команда Игоря Никитина в сегодняшнем матче очень непросто им было очень непростую победу и очень тяжелые два очка записывают в турнирную таблицу ну что армейцы на домашнем льду пока не одержали ни одной победы в основное время что небольшой спаут команде нужен отдых этот отдых скоро придет 2-3 Авангард выигрывает в серии штрафных бросков у армейцев Санкт-Петербурга на этом пожалуй все хороший матч мы с вами наблюдали до новых встреч до свидания санкт-Петербурга